Приветствую вас. Простите меня, если я как-то вас обижу тем, что скажу, но мне, исходя из вашего текста, да, непонятно почему мастисцы с жены. Ну, ошиблись. Ну, сказали что-то не так. Ну, погорячились с его мамой. Ну и что? Что дальше-то? Ведь шесть лет, что вы вместе, это не один день и не месяц даже. Это очень много. И если честно, я не думаю, я не верю, что ваши отношения вот так просто завершились. Я верю в то, что их можно вернуть. Я верю в то, что их можно спасти. Я верю в то, что вы можете быть вместе. Я верю в то, что он вас любит и скучает. И то, что он делает, он делает, потому что хочет, чтобы вы были счастливы и понимает, возможно, что вы не изменитесь. или что, ну, не захотите, например, меняться. Вот, поэтому он так себя и ведет. Я не очень понял, честно, как бы, вот в чем, в чем неизбежность ситуации. Давайте попробуем разобраться. Так, ну то, что вы закрытый истеснительный человек, это, в общем-то, само по себе уже проявление проблем. Да? То есть здесь у нас стыд. Здесь у нас непринятие себя. Здесь у нас неуверенность в себе. Здесь у нас, скорее всего, неумение выстраивать адекватных отношений с людьми вообще. То есть, ну, потому что, опять же, мне сложно представить, да, что люди, ну, если это действительно были ваши друзья, вот, ну, которые в вашей жизни были, да, что они вас могли так просто взять и забыть. Да, мне так же сложно представить, что вы могли бросить все ради человека, да, то есть понятно, что вот в плане самобытности какой-то, в плане самостоятельности какой-то, да, у вас здесь, конечно, есть проблемы. Это понятно. Это понятно. Тем не менее, все это не критично, все это можно подкорректировать, все это можно, в принципе, поправить, вот. И, в общем-то, я бы не считал, короче говоря, это все проблемы на самом деле, вот. Давайте дальше смотреть, значит, так, молчаливость была принята за грубость и безразличие. Ну, понимаете, вот, как бы, вам просто уже сказали именно про нездоровость ваших отношений, мне бы не хотелось повторяться. Да? Понятно, что не просто так вы стали встречаться с мужчиной, да, который, ну, где-то далеко, да, который на расстоянии. Вот. А, понятно, что, ну, как бы, все это имеет свои, как бы, корни, да, и понятно, что у всего этого есть причина, это понятно. Вот. Безусловно. Но речь сейчас не об этом. Да? Вот. Речь о том, что его мама отговорила от свадьбы. Понимаете? То есть, вот, как бы здесь, с одной стороны, с одной стороны, вроде как, вы правы, да? Ну, вот, с той, с той точки зрения, с той точки зрения, да, вы правы, что, действительно, он сильно зависит от своей мамы. Но, с другой стороны, с другой стороны, ему ведь тоже, там, как бы, ну, сладко, да, и он тоже вынужден был отстаивать свою позицию перед, например, мамой тоже, да? То есть, ну, что вы ему подходите и так далее, а это при условии, как бы, его близости с ней, в общем-то, довольно сложно. А, также, можно сказать, что вы приняли его таким, зная, что он, ну, маменький сынок, да, зная, что он сильно зависит от мамы, вы это всё, как бы, знали. Ну, вот, и почему-то сейчас начали ему это, как будто бы ставить в вину, да, то есть, ну, как будто, вот, как будто бы это для вас новость. Вот это вот, наверное, пожалуй, самое странное. То есть, так вы, вы приняли его, как бы, вы приняли его отношения с мамой-то или нет? Что, как бы, является, ну, ключевым аспектом здесь приняли или нет? Потому что, вот, непонятно, исходя из того, что вы принимали, то, 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 то перестали и так далее. Вот. Тут, вот, противоречия есть. А, дальше, значит, так, значит, соль отмазка, почему мы не можем поженить, священник имел неосторожность сказать, что у меня обидит предстоящего мамы в наших отношениях, к его близости, я не хочу видеть тебя на свадьбу. Ну, сказали, 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 ну, да, неприятно, да, говорить, в общем-то, этого не нужно было, да. Но, но, вы меня извините, а в чем проблема извиниться, как бы, в чем проблема извиниться перед ним за то, что вы сказали? Вот. Ну, если честно, не ясно. Ну, сказали, погорячились, ну, бывает, как бы, это нормально, вот. То есть, ну, он, там, сразу не принял вас, да, вот. Ну, опять же, это говорит о том, насколько вы близки, то есть, опять же, непонятно, когда вы вместе, а когда нет, исходя из вашего текста, вот, совершенно непонятно. Вот. Ну, нужно было как-то встретиться, да, то есть, с глаза на глаз все это сказать, уверен, что он никуда бы не делся и так далее. То есть, что именно вы пробовали здесь, ну, для меня тоже непонятно. Вот. Мне бы не хотелось вам давать какую-то надежду, но и согласиться с тем, что ваши отношения закончены, я тоже не могу. То есть, ну, это было бы, на мой взгляд, это было бы неправильно, да, на мой взгляд, это было бы очень, ну, неверно просто, вот, сказать об этом, вот. Дальше, м-м-м, так, что сделано-то сделано, назад дорога нету, не понимаете, я пробовала. Вот пробовала как, да? Ну, и дальше идет фатализм. Дальше идет фатализм, жаление себя и самопичевание. По сути, то есть, этот абзац посвящен только вот вашему растворению, важным конфликтам, важным конфликтам внутренним, вот. Я думаю, что вы как-то слишком быстро сдались. Я, конечно, не знаю, может быть, по времени это произошло гораздо дольше, чем видно по вашему тексту, вот. Но, исходя из того, что вы написали, еще раз, исходя из того, что вы написали, я не вижу каких-то, прямо вот, серьезных причин для того, чтобы вы не были вместе. Просто вам, может быть, как, ну, знаете, как, ну, более виноватой стороне, да, вам, может быть, нужно было просто, ну, немножко больше проявить какую-то настойчивость, настойчивость. Вот, это, это то, что мне, то, что мне показало. Вот. То есть, еще раз, не торопитесь сдаваться, если вы не ездили к нему, обязательно заберитесь и съедите, съедите и, как бы, ну, донесите до него, вот, свою мысль, да, что хотите быть с ним и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я уверен, что он поймет. Это. Вот. Значит, вот это то, что мне кажется нужно сказать в первую очередь. Вот. Что касается зависимости, вы понимаете, про зависимость можно говорить очень много. Про зависимость не говорят, про зависимость работают. Про зависимость работают. То есть, говорить, говорить про зависимость, ну, это, на мой взгляд, вообще очень благодарное дело, в плане того, что, ну, вот, например, да, например, я вам, допустим, скажу, да, скажу, что вы, значит, допустим, скажу вам, что вы, там, в себе не уверены, допустим. Скажу вам, скажу вам, что вы, там, не принимаете себя, скажу, что вы боитесь одиночества, скажу, что вы никогда не следовали своим желаниям, да, скажу, что вы не прислушиваетесь к себе, не доверяете себе, что у вас есть проблема с ценностным аппаратом, вот, и так далее. Я вам все это скажу, а дальше что, дальше что, знаете, какой момент, что дальше, дальше что, вот, просто что дальше, понимаете, а дальше ничего, как бы, потому что, это, с этим нужно работать, к вашим, например, желаниям, да, к вашим желаниям, нужно прислушиваться, желание ваше нужно, ну, вспоминать, да, то есть, посмотреть, когда вы их начали зажимать, вот, раскрывать ваши, ну, ваши желания, и так далее, и так далее, то есть, это все работа, это именно работа, вот, к сожалению, да, и, к сожалению, это совсем не то, вот, вообще, что можно лежать, вот, в таком формате. Поэтому от зависимости вы, ну, вот, никак не избавитесь, именно в формате вопрос-ответ, вот, ну, никак. Сказать, что это невозможно, да, ничего не сказать, ничего не сказать, к сожалению. Вот, это работа, это работа. Это работа, в первую очередь, наверное, вашей, вашей семейной средой, в которой вы находились, и с которой вы вышли, вот, потому что именно от нее пошло все, что, как бы, ну, все, что вы сейчас привнесли, так сказать, вот, понимаете? Ну, мы просто, просто вот, посмотрите в интернете со зависимостью, просто пропишите это, посмотрите в интернете со зависимостью, я думаю, что основные аспекты вам станут понятны. Вот. А дальше, значит, свои последние смс, он вчера написал, что очень скучает, спор любит меня, а после этих слов пожелал найти нового парня, пообещать, что я не буду плакать, убиваться, выйдет сам за другого, будучи счастливым, и даже попросил, не нравится мне кто-нибудь сейчас, чтобы отвлечься. Мне было очень обидно, неужели этот мужчина любит меня, а выйдет толкать меня в объятия другого, как-то не верится. А, я вам верю, что вам не верится, простите за пастологию, я верю вам, но вся ситуация в том, что у вас, у вас, любовь, она эгоистична. Ваша любовь, она эгоистична. То есть, вы любовь понимаете, как вот, ну, собственность. То есть, для вас объект любви есть собственность, как бы, а для него любовь – это желание сделать человека счастливым. Вот. Поэтому, именно поэтому он и готов вас отпустить. Вот. И именно поэтому вы данного аспекта, да, вы данного аспекта понять не в силах. Вот. Вы не можете этого понять. Этих аспектов вы понять не можете. Вот. Именно, именно потому, что для вас любовь – это потребности. Для вас любовь – это потребности, которые вы реализуете, ну, с помощью мужчины. И, конечно, понятно, что вам, ну, очень тяжело. Понятно, что вам нереально тяжело. Понятно, что вам больно. Вот. Это все понятно. Вот. И, тем не менее, тем не менее, да, вот, несмотря на это, несмотря на то, что вам тяжело, да, вот, тем не менее, именно его любовь – это любовь более, так скажем, ну, похожа на любовь. Такая вот неутешительная история, к сожалению. Ну, для вас. Для вас. Для вас так. Вот неутешительная история. С другой стороны, с другой стороны, в этом и есть некоторый, значит, в этом есть некоторый проблеск надежды. Вот. А, потому что, потому что чувство у него к вам ещё есть. И если у него есть ещё к вам чувство, если у него ещё есть к вам чувство, это значит, что с этим можно что-то сделать. Это значит, что с этим можно, ну, чувство ещё можно вернуть, можно спасти отношения. А, вот. Вот. Вы понимаете? Какая история, вот. Такое моё мнение. Моё мнение. Вам, вот, тоже нужно задуматься о том, а почему вы, грубо говоря, не можете, там, ну, человека отпустить вот так, как он, например, да, отпустил вас. Вот. Понимаете, как, понимаете, в чём, в чём, в чём дело. Дальше. Умеет ли вообще мужчина страдать? Ему сейчас как? Вот знаете, интересный вопрос, для чего вы это спрашиваете, да, то есть, зачем вам это нужно знать? Вы будете себя лучше чувствовать, если ему будет хуже, или как, или что? Понимаете? То есть, вот, смысл вашего вопроса какой? Да, мужчина умеет страдать, да, да, ему сейчас очень тяжело. Да. И если вы спрашиваете об этом, да, ему очень тяжело сейчас. Это правда. Это правда. Вот. Но, по факту, да, по факту, влияет ли, влияет ли данный аспект на его позицию? Нет. Вот. Вы же говорите, что он идеальный мужчина, да, что он заботливый и так далее, и так далее. Вот. Ну, значит, он такой заботливый. Вот. И если он заботливый, как вы говорите, то ничего удивительного нет в том, что он вас отпускает. Вот. Вот. То есть, понимаете, вот здесь тоже, ну, как бы, как бы, есть элемент такой противоречия, на мой взгляд. Вот. Понимаете? Ну, как ведь об этом. Есть элемент противоречия. Так мужчина вроде как, ээээээээээээээээ... идеальный. Да. Вот. Но в то же время вы говорите, что ну а как он мог так поступить, а вот как-как-как и так далее. Ну а то, что вы влюбились в... то, что вы влюбились в его отношение к вам, а не в него самого, это очевидно. Вот. Ведь не даром, что вы говорите, что ну про его маму говорите, что она вот такая там и так далее. Это же неуверенность в себе, это же ревность по сути. Вот. А ревность-то она как-бы ну с чем-то связана, вот. Понимаете, у ревности-то есть... Эээ, причины. Вот. Понимаете? Поэтому, я думаю, я думаю, что даже если бы вы, даже если бы вы всё равно, ну как бы, вот, мужчины были в отношениях, да, даже если бы, то вам всё равно нужно было бы работать с психологом хотя бы над повышением своей уверенности в себе, потому что, ну вот, вы, чтобы вы не боролись с мамой, да, и чтобы вы не противостояли ей, да, не противодействовали ей, вот, мне кажется, что хотя бы в этом направлении вам нужно было бы обязательно поработать с психологом, потому что, ну, так, знаете, это ненормально, ненормально это, что вы, значит, ну, что вы в маме видите угрозу, вот, то есть это как бы абсолютно ненормально, ненорма, это ненорма. Вот, а это значит, что вы можете своему молодому человеку, например, написать примерно так, у вас в отличии от большинства пары есть контакт, ну, то есть связь, а вы ему можете написать примерно так, что, значит, ты знаешь, я поняла, да, что была неправа, я очень сильно тебя люблю, я поняла, что я ревновал тебя к маме, как бы, вот, а я, соответственно, запускалась на терапию к психологу, вот, буду работать, значит, значит, с ним, вот, и хотел бы с тобой общаться, да, то есть как бы, ну, хотелось бы демонстрировать тебе, что вот эти проблемы, которые у меня были, которые стимулировали меня к тому, чтобы ревновать, да, чтобы ты видел, что они ушли, вот. Ну, я думаю, что если молодой человек вас любит, он примет такую позицию, он примет данный аспект, вот, примет, что вы готовы над отношениями, ну, работать над собой и над отношениями, вот, мне кажется, что это очень, ну, как минимум, это неплохо, вот, как минимум, это неплохо. Вот, то есть я бы сказал, что вам нужно вот в любом, ну, как минимум, попробовать это, вот, вот. А там уже в терапии будете вы познавать какие-то вещи для себя, да, будете вы узнавать какие-то вещи, вот, ага, будете открывать для себя что-то, вот. То есть там и там вы будете на короткий становиться более самодостаточной, вот. Ну, я почему не говорю, да, о, значит, о зависимости вашей, потому что, ну, мне кажется, просто нет смысла, нет смысла говорить, вот, в силу того, что вы вряд ли это все воспримените, то есть вы хотите, но у вас слишком, слишком, слишком сильно разрушена база, да, то есть если вы хотите, например, все вернуть, вернуть, да, ну, то есть вернуть себе свою самостоятельность и так далее, вот, то делать это нужно, ну, как минимум, то был какой-то стимул, а стимул в данном случае это именно возможность быть с этим человеком и ради этого работать. Так вот мне кажется, что в вашем случае эта вот поддержка такая, вот, она нужна. А там главное, там главное втянуться в процесс, вот, и дальше, дальше вам вполне возможно понравится, вот, и вы уже сами не доходите, ну, выходите из него, из этого процесса. Ну, вот, тут вот нужно только дать себе шанс, мне кажется, вот, и, в принципе, все. Вот. Вот так вот, как-то так, я хотел бы дать вам свой ответ. Вот. Понятно, что вам 27 лет, полная зависимость, да, полная потеря себя, это, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну, несмотря на то, что это не очень хорошо, да, я бы не говорил о том, что все безнадежно. Вот. Вопрос заключается в том, на самом деле, вопрос заключается в том, что вы реально готовы делать. Вот, именно вы сами. Что вы готовы ли вы, там, например, с ним разговаривать и доносить до него, значит, свою идею. Вот. Готовы ли вы ему обещать, что, ну, что ситуация изменится, там, и так далее. Вот. Или не готовы. Вот. Это очень важно, что их именно вы сами будете делать. Вот. Потому что, ну, понятно, да, что без вашего желания мы ничего не сможем. Вот. Я просто более чем уверен, что даже вот понимая всю неприятность своей ситуации, вы, ну, вы не станете прямо сейчас брать и что-то менять. Вот. Просто не станете. А вот это тяжело. Вот. И вы знаете, что это тяжело. А значит нужен старт. Вот. Вот. И вот, соответственно, насчёт старта, да, вот на старте, я и хотел бы вас сосредоточить. Ну, ваше вот именно внимание сосредоточить на старте. Вот. На этом всё. Надеюсь, что вы меня услышали. Надеюсь, что вы меня поняли. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.